Сюда приходят семьями, группами, поодиночке, как раньше. Только теперь взгляды устремлены в другую сторону. Туда, откуда началась и где прервалась история двух близнецов. Прервалась в тот день, когда на Америку обрушился удар. Было примерно без четверти девять. Я спускался в лифте своего дома, когда раздался страшный гул. Такой сильный, что пол и стены стали шататься. Я выскочил на улицу и увидел, что вверх Северной башни весь в дыму. С неба летели какие-то бумаги, камни. Я ехал в машине недалеко от моста Бруклин-Бридж. Заметил дым. Сначала не мог понять, что это такое. Еще спросил помощника, что это, туман? Он ответил, нет, это большая работа. Потом стала видна огромная дыра Северной башни. Мы тут же выехали на место. Мысли о несчастном случае исчезли через 17 минут. В 9.03, растиражированный миллионами телеэкранов, второй Боинг летает в южную башню Всемирного торгового центра. Шел настоящий каменный дождь. Вниз падали куски металла, бетона, какие-то обломки. Правый мотор самолета вылетел с северной стороны башни и упал примерно в 15 метрах от того места, где я стоял. Позже станет известно, что оба угнанных Боинга совершали рейс из Бостона в Лос-Анджелес. 92 пассажира в первом самолете, 65 во втором. Потом к ним прибавятся погибшие в Пентагоне и Пенсильвании. Еще 234 человека. Имена исполнителей терактов объявят через несколько дней. Это все потом, пока составляются списки первых жертв. Я, наверное, сто раз позвонила на его портативный. Он не отвечал. Его уже не было в это время. Это было после 8.45. А он был на 106 этаже. Это в Ултро и Центр. Там была конференция. И Шурик посоветовал выбрать это место для конференции, потому что он обожал эту страну, он обожал Нью-Йорк и очень любил Ултро и Центр. И ему хотелось, чтобы все, кто приехали на эту конференцию, чтобы у них была возможность любоваться Нью-Йорком. КОНЕЦ У тех, кто не сгорел сразу, шансов выжить почти не было. Почти. Огонь отрезал пути вниз, но еще оставалась возможность эвакуации с воздуха. Однако и в первой, и во второй башне все выходы на крышу оказались заперты. Искать ключи было поздно. Многие прыгали прямо из окон. Инстинкт самосохранения уводил людей от огня. Но принимающая бездна продлевала жизнь всего на несколько секунд. Надежда на спасение оставалась лишь у тех, кто находились ниже 89-го этажа Северной башни и 60-го этажа Южной башни. Определения Северная и Южная в первые годы почти никто не использовал. Гораздо чаще башни называли именами Дэвид и Нельсон в честь братьев Рокфеллеров. Именно им принадлежала идея широкомасштабной реконструкции Нижнего Манхэттена и строительства в этой части города огромного комплекса с деловыми учреждениями, гостиницами, торговыми плазами и прочими современными сооружениями. Идея с перестройкой нравилась не всем. В первую очередь владельцам здешних магазинчиков, специализировавшихся преимущественно на радиотоварах. Почти два года губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер и основатель специальной ассоциации развития Нижнего Манхэттена Дэвид Рокфеллер на разных уровнях доказывали масштаб и перспективы своего проекта. В 1962 году управление транспортными узлами Нью-Йорка и Нью-Джерси, которому принадлежала земля в этой части города, наконец приступило к осуществлению грандиозного замысла. Для разработки плана застройки были наняты две группы архитекта во главе с известным дизайнером Минори Ямасаки. Мы сделали около 108 вариантов. Идея с двумя башнями появилась не сразу. Долго обсуждались проекты, где фигурировали 4 здания, 3 и даже одно. Мы долго обыгрывали, как их лучше расположить. Если так, то люди, которые работают здесь и здесь, не будут видеть ничего, кроме друг друга. Согласитесь, это не очень интересно. Поэтому было решено здание немного сдвинуть, вот так. Но с этой и с этой стороны проблема все равно оставалась. И в конечном итоге мы решили разместить башни по диагонали. В этом случае все, кто находится внутри, могут любоваться только прекрасными видами Нью-Йорка. А сами здания из двух конкурентов превращаются в хороших соседей. В этом как раз и состояла главная идея Всемирного торгового центра. Да, вот я иду. Аминь. Архитектурные, конструкторские, инженерные, дизайнерские и прочие строительные инновации того времени сошлись в этом проекте воедино. При этом структурная концепция небоскребов была поражающе проста. Субтитры создавал DimaTorzok Эти здания были задуманы как трубки. Структурная сила была сосредоточена на каркасе зданий снаружи, по всей периферии. Этажи обеих башен работали как диафрагма, или другими словами, как пояса, которые используют грузчики, чтобы переносить большие тяжести. Поэтому, когда 11 сентября было разрушено сразу несколько поясов, как известно от удара самолетов в обоих зданиях, пострадало несколько этажей. Внешние колонны не выдержали увеличившейся нагрузки. Тяжесть сверху и огромные температуры сломили эти колонны, и здания стали падать сами на себя. По мнению некоторых специалистов, организаторы сентябрьских терактов были хорошо осведомлены о технических и структурных особенностях близнецов. Иначе, как объяснить столь быстрое разрушение обоих зданий, способных, согласно проекту, выдержать и ураганный ветер, и сильные землетрясения, и даже удар самолета? Не следует забывать, что Всемирный торговый центр проектировался в 60-е годы. Тогда были совершенно другие типы самолетов. Мы считали, что если такое произойдет, самолет сделает в корпусе здания дыру, но не повредит общую структуру. К тому же в то время речь шла только о несчастном случае. Невозможно было даже предположить, что кто-нибудь намеренно попытается разрушить подобные здания. 26 февраля 1993 года в подземном гараже Всемирного торгового центра раздается первый взрыв. Начиненный взрывчаткой грузовик уносит жизни шести человек. Около тысячи получают травмы различной степени тяжести. В основном отравления продуктами горения. Но структура зданий, благодаря инженерной концепции, не затронута. И после небольшого ремонта близнецы открываются вновь. Только количество мест в гараже с тысячи сокращено до шестисот. До второго и последнего покушения остается 8 лет, 7 месяцев и 15 дней. Мой коллега, командир батальона Рейдауни, сразу сказал, что здания могут рухнуть. Он был классным экспертом по конструкциям высотных сооружений, но даже он не смог спрогнозировать, когда это случится. Через 15 минут, через 2 часа или позже. Никто не мог предположить, что это случится так быстро. Южная башня обессилела первой. Через час после удара, погребая под собой и мертвых, и живых, 110 этажей обратились в прах. КОНЕЦ КОНЕЦ Я закрыл рубашкой нос, чтобы хоть как-то можно было дышать, но это почти не помогало. Плотная серая пыль проникала везде, это был настоящий яд. Першило в носу, в горле, слезились глаза. По всей улице валялись женские туфли. Женщины сбрасывали обувь, чтобы легче было бежать из этого ада. КОНЕЦ Участь Северной башни была предрешена, но приказа немедленно покинуть обреченные здания от руководителей пожарной службы так и не поступило. В рядах пожарной службы царил настоящий хаос. Под рухнувшей башней погиб почти весь командный состав, а когда вы теряете руководящее звено, вы тут же теряете контроль над войсками. Потребовалось какое-то время, чтобы переорганизоваться. Обычно командные пункты не размещаются на месте трагедии, но тогда был особый случай. КОНЕЦ Северная башня продержалась на 39 минут дольше Южной. Потом эксперты скажут, что эти минуты спасли жизни нескольким сотням людей. Общее число пострадавших еще неизвестно. Некоторые считают, что их будет не меньше пяти тысяч. КОНЕЦ 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 В пунктах Красного Креста выстраиваются очереди желающих сдать кровь для раненых. Пока никто не знает, что раненых будет немного. КОНЕЦ На рассвете мы были с мужем уже в Нью-Йорке, в том госпитале, который объявили главным, который занимался обожженными и пострадавшими. И всех ведь отвозили в Нью-Джерси. Оттуда легче было в Нью-Джерси отвозить. И мы поехали по Нью-Джерси из госпиталя в госпиталь. Вы знаете, может быть обожженный, может быть без сознания, неузнаваемый, без одежды, не определишь, не узнаешь. Но с того момента жизнь разделилась на два этапа. До 11 сентября и после 11 сентября. КОНЕЦ В конце 70-го в офисы Нью-Джерси с нижних этажей Всемирного торгового центра въехали первые жильцы. Но строительные и отделочные работы наверху будут продолжаться еще целых три года. Финальный аккорд прозвучит в 78-м, когда Северную башню увенчает 110-метровая телевизионная антенна. К этому моменту в зданиях будет работать более 50 тысяч человек. Еще 200 тысяч станут ежедневно посещать расположенные здесь магазины, рестораны, станции метро, пригородных поездов и, конечно, обзорную площадку, с которой в ясный день окрестности Большого Нью-Йорка будут видны на расстоянии 70 километров. Мы очень заботились о людях, которые работали в этих зданиях. Здание сами по себе ничего не значит, если они не служат людям. Поэтому, когда меня спрашивают, чувствую ли я лично, как архитектор, который отвечал за безопасность зданий, вину за случившееся, я отвечаю, что больше чувствую гнев за то, что эти люди посмели такое сделать. Мы со своей стороны сделали все, что могли. Это были скорее летящие бомбы, нежели просто самолеты. Того, что произошло, не мог предвидеть никто. Эмпайр Стейт-Билдинг Эмпайр Стейт-Билдинг стал первым небоскребом, испытавшим на себе удар самолета. 28 июля 1945 года бомбардировщик ВВС США Митчелл врезался в 79-й этаж самого высокого здания в мире. 13 человек погибли на месте. Несколько этажных пролетов получили повреждения. Официальной причиной катастрофы назван туман, из-за которого военный самолет сбился с курса и врезался в небоскреб. Тогда многие задавались вопросом, почему он не обвалился. Обследование места происшествия показало, что ни одна из вертикальных балок серьезно не пострадала. Возникло мнение, что стальные конструкции могут выдержать удар от столкновения с самолетом любого типа. Линия фронта проходит по улице Канал-Стрит. Выше этой отметки город, каким он был еще 10 сентября. Ниже территория под названием Граунд-Зиро. Вход в эту зону строго по пропускам. Посты контролируют полицейские и отряды Национальной гвардии. В эпицентре падения близнецов круглосуточно ведутся спасательные работы. Тяжелая механизированная техника пока не используется. Спасатели надеются, что под руинами еще есть живые. Мы круглосуточно разгребали завалы. И я помню, как все поддерживали друг друга. Пожарные, полицейские, спасатели, строители, гражданские лица, все мы работали вместе. Все называли друг друга братьями. Это была одна большая семья. Люди приезжали отовсюду. Из Америки, из Канады, из Европы, со всех стран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специальные отряды добровольцев помогают едой и вещами. Самый ходовой предмет на этом участке земли – носки. Начались дожди, и от работы по колено в сером месиве из пыли и пепла у многих спасателей ноги стерты в кровь. Затрудняют поиски и непрекращающиеся пожары. Под завалами продолжают тлеть тысячи компьютеров, километры ковровых покрытий и кабелей, тонны жидких химикатов для чистки стекол. Каждую минуту в Нью-Йоркский воздух уходят густые клубы едкого белого дыма. Мы начали брать пробы на загрязняющие элементы через несколько часов после разрушения башен Близнецов. Работы проводились не только в Манхэттене, но также в Бруклине и Нью-Джерси. Нас беспокоили две проблемы – азбест и химические вещества, связанные с самим пожаром – диоксины, бензолы и другие вредные для человека токсичные вещества. Начиная с 11 сентября, агентство по охране окружающей среды проводило ежедневный мониторинг по 400 видам соединений. Концентрация одного только бензола, испарение которого вызывает лейкемию, в районе Граунд-Зиру превышает федеральные стандарты в 20 раз. Таковы данные отчета, опубликованного агентством по охране окружающей среды в октябре. Похожая картина с хлороводородом, фреоном, фазгеном и другими канцерогеноопасными соединениями, которыми пропитан висящий над городом белый саван. На площадке Граунд-Зира, согласно нашим показателям, уровни некоторых вредных соединений превышали допустимые нормы в несколько раз. Это могло сказаться на здоровье людей самым неблагоприятным образом. Совместно с организацией ОША, которая отвечала за состояние здоровья всех, кто был занят в спасательных работах, мы раздавали людям противогазы, респираторы и специальные защитные костюмы. Через два месяца после 11 сентября медики заговорили о появлении нового синдрома, синдрома WTC, получившего название по аббревиатуре Всемирного торгового центра. Среди нью-йоркских пожарных, занятых в спасательных работах, этот синдром приобрел характер настоящей эпидемии. По данным журнала Newsweek, в ноябре 2001-го у 40% пожарных, занятых в спасательных работах, наблюдался весь спектр недугов синдрома WTC. От неослабного кашля и острых легочных поражений до тяжелых форм астмы и травматического стресса. Тот день проигрывается у меня в голове, как будто это случилось вчера. Первые шесть месяцев после 11 сентября были как одна большая неделя. Мы переставали различать дни и ночи и возвращались к реальности, только когда отправлялись на похороны. Только в тот момент мы начинали ощущать наши потери. За один день пожарная служба потеряла 343 сотрудника. Глава ведомства Томас фон Эссен потом попытается оправдать эти жертвы размахом спасательной операции, в ходе которой из комплекса Всемирного торгового центра были эвакуированы 20 тысяч человек. Но, как свидетельствуют факты, при тех же масштабах спасательных работ число погибших пожарных могло быть значительно меньше. Все, кто следил за ситуацией по телевизору, знали больше, чем мы. У нас не было никакой связи. У личного состава не работали рации. Пожарные, которые дошли до верхних этажей, не знали, что творится внизу. Они не слышали никаких приказов. Фактически, нас послали на верную гибель. Но мы делали свое дело. Мы спасли очень многих. КОНЕЦ Жители окрестных домов эвакуированы в гостинице Верхнего Манхэттена. Забрать личные вещи или покормить оставшихся в квартире домашних животных пускают строго по предъявлению документов, подтверждающих проживание в этом районе. Скоро здесь соберутся первые желающие запечатлеть останки Всемирного торгового центра на память. Власти города сначала введут запрет на любую фото- и видеосъемку. Но коммерческая выгода пересилит, и через несколько дней на новую Нью-Йоркскую достопримечательность уже можно будет смотреть со специальной обзорной площадки за деньги. Мы пошли с ценой в магазин купить что-нибудь из продуктов. За 10 недель, что у нас не было, все испортилось. Холодильник не работал, не было света. Мы прошли через полицейские заграждения, что-то купили, вернулись назад. Опять прошли через полицейские из ограждения. Это было ужасно. Оттуда валил дым, грохотали грузовики с покореженным металлом, пахло смертью. Мы остановились на углу Чорч-стрит. Страшная картина, но оторваться было невозможно. Я смотрел и смотрел, сделал несколько снимков, потом уже дома понял, что где-то потерял сумки с продуктами. И заплакал. Первый раз с 11 сентября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По оценке психологов, тяжелее всего на сентябрьские события отреагировали пожилые люди, особенно иммигранты, которые пережили войну, холокост, гулаг. Страх, который мучил их тогда, вернулся, помноженный на опасения за жизнь своих родных и близких. Всплеск патриотизма, акция возмездия в Афганистане, спасательные работы в районе Граунд-Зироу, слухи о новых терактах. Этим Нью-Йорк будет жить на протяжении долгих-долгих месяцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый день до 10 сентября включительно мы принимали по 9 тысяч человек. Со следующего дня эта цифра возросла сразу на 125 тысяч. Это люди, пострадавшие от сентябрьских событий напрямую или косвенно. Те, кто пережил атаку, видел весь этот ужас своими глазами, кто потерял в этот день близких, а также те, кто остался без работы. Многие нуждались в помощи. Дети боялись возвращаться в школу, взрослые боялись, когда их супруг или супруга летали на самолете. В такие трагические моменты проявляются самые разные проблемы. Последствия психологической травмы, полученной 11 сентября, растянутся на несколько лет. Таков прогноз психологов. На фоне опасений новых террористических атак он звучит как приговор. Многие считают, что в сложившейся ситуации в первую очередь пострадает молодежь. Бьют тревогу медики, социологи, экологи. Несколько месяцев мы занимались внешней очисткой домов и улиц. В буквальном смысле слова пылесосили дороги специальными машинами, исследовали десятки тысяч проб воды, речной и питьевой. Теперь мы фокусируем внимание на внутреннем состоянии жилых помещений в Нижнем Манхэттене. Многие люди озабочены тем, что их дома не были обработаны должным образом, и в них по-прежнему сохраняется опасная для здоровья пыль, в частности, азбестовая. Азбест ведь опасен именно длительным воздействием на организм человека. Поэтому важно как можно скорее удалить азбестовую пыль из волокон тканей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывшая городская свалка на Стейтен-Айленде. Распоряжением мэра Джулиани она была закрыта в марте 2001 года. Толгода спустя сюда, на специально оборудованную площадку, идет непрерывный поток грузовиков. Среди кусков бетона, металла и мусора останки тысяч погибших. В течение девяти месяцев, днем и ночью, сотрудники городских служб и добровольцы вручную отбирают фрагменты человеческих тел и личные вещи погибших для последующей идентификации. Всего сюда будет вывезено свыше полутора миллионов тонн обломков. 30 мая, в день официального завершения спасательных работ, будет названо точное число жертв. Две тысячи восемьсот двадцать три человека. Идентифицированной из них будет менее половины. Родственники погибших говорят, что самое страшное в этом кошмаре, когда нечего хоронить. Ничего не было. Нет, ушел. Просто ушел. Ушел на работу и не пришел. Я сделала большой мемориал в Израиле. Я пожертвовала много денег в Израиле. Там парк в Хайфе носит, что река имя. Прямо над морем, прямо над Средиземным морем. Я выступала там на телевидении и просила, пожалуйста, жертвы террора, если вы хотите увековечить память своих детей, пожалуйста, это парк для всех. Он носит имя Алекса Брагинского. Это парк для всех. Дерево живое, оно будет расти. Под ним сидят люди, под ним играют дети. Шурка делает что-то доброе. Он всю жизнь это делал и продолжает сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мемориал в память о тех, кто погиб в тот кровавый вторник, должен стать главным аспектом программы реконструкции Нижнего Манхэттена. Об этом говорят и родственники погибших, и архитекторы, и городские власти. Слишком велика жертва. Однако вопрос о том, что же должно быть построено на месте разрушенных близнецов, до сих пор остается без ответа. Первые проекты застройки появились задолго до объявления официальных конкурсов. От футуристических, до приземленных, от суперсовременных деловых центров, до устремленных в бесконечность лазерных башен. На их фоне зазвучала идея восстановления Всемирного торгового центра в прежнем виде. Однако, по мнению специалистов, те прежние здания во многом уже не отвечают требованиям Нью-Йорка 21 века. Технологии и наука так быстро идут вперед, что когда близнецы были построены, они, как это ни странно, уже считались старыми зданиями. Проектирование Всемирного торгового центра началось в 62-м году и полностью завершилось в 76-м, 14 лет. Сейчас было бы непрактично строить точно такие же здания. В 66-м году критики не оставили от проекта Всемирного торгового центра камня на камне. Два монстра в стиле модерн, по их мнению, не просто испортят сложившийся облик Нью-Йорка, но также нарушат работу городских коммуникаций, в том числе радио и телевидение. Под аккомпанемент споров о проекте Века, как его называли, с лица земли были стерты 164 строения. На освободившейся площади закладывался фундамент современного города. Ровно через 36 лет по такой же дороге грузовик повезет последнюю балку от разрушенных близнецов. Новейшая история опять начнется с 16 акров пустой нью-йоркской земли. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ